Мы приехали в Эмеретинский порт погулять, здесь классные локации, чтобы детки погуляли, ну и вам все покажем и расскажем. Как сегодня здесь пусто, несмотря на то, что погодка восхитительная сегодня, но я думаю, что ближе к обеду сюда будут стянуты все туристические силы. Мы вчера почти до сюда дошли, здесь было очень много людей, поэтому посмотрим, как будет сегодня. В том году здесь вот эти все палатки только строились, я здесь ходил, сколько раз показывал, а сейчас посмотрите-ка, все пооткрывалось, все в таком интереснейшем стиле и самое главное, что вот это вот, это все морские компейнеры. Их так круто сделали, порт Рыбус, видимо какой-то рыбный, рыбная кафешечка. Видите, как здорово, огромнейший прокат, слушайте, как здесь стало круто, березка, сувенирки видимо какие-то. Ой, какой кайф, только гляньте, а. Здорово приезжать в места, где ты был в одно время, потом приезжаешь в другое, видишь, все так изменилось. Одежда и аксессуары. Ага. Так, и огромное количество рыбаков. Вы же наверняка слышали, что где-то в Черном море поплыло огромное количество тонн форели, и вот сейчас здесь все рыбачат, ловят, видимо, форельку. Вообще здесь флаг раньше стоял желтый, что это место для рыбаков. Так, вот это корабль, по-моему, яхта Конюхова, путешественника российского, кругосветного, это я как-то раз подслушал экскурсии, может, конечно, он нагнал, вот, но, по крайней мере, люди так слушали, вау, вау, что, серьезно, да, 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 здесь прям прикольно. Очень атмосферно, но людей, как видите, мало, потому что еще утром не могу пройти мимо и не показать, там, смотрите, детская площадка и кафетерий, игротека, и вот еще кафе, пицца, там еще кафешки, стритфуд. Да, слушайте, ну, очень круто сделали, здесь и так была локация классная, да, Настен? Я говорю, и так было круто, сделали вообще офигенно, да? Да. Красотища. И чем еще здесь нравится гулять с детьми, потому что это вся площадка, да, здесь можно нормально погонять на самокатах, на электросамокатах, но в любом случае нужно, конечно, быть предельно внимательным, потому что сюда заезжают байкеры и также некоторые автомобили. Ооо, только гляньте, какая фотозона. Обалдеть. Ну все, сейчас здесь будет фотка. Ну как вам? Фоточка. А за углом, я сейчас пройдусь вам тоже покажу, смотрите, за углом еще есть. Ооо, да здесь целая стена. Такой крутой арт, слушайте. Вот теперь вам новая локация, фотозона, обязательно сюда приезжайте и фотографируйтесь. Красотища. Красотища. Еще здесь есть детская площадка, естественная. Да, красотища. Рэдисон. Единственное, что этого Рэдисона нет собственного пляжа, нужно до него идти, потому что здесь пляж уничтожен. Сейчас дойдем, покажу. А возле яхт-клуба, что-то там Сибирь написано, не знаю, виртуальная реальность. И вот он сурф. Я все-таки думал, что они ребрендинг сделали, а нет, их самеретинки прям выгнали возле бархатных сезонов, которые находятся. И здесь у них есть искусственная волна. Вот она. И я, конечно, тоже очень хочу попробовать покататься, но пока никак не получается. Мы не можем переехать в этот сезон, когда она будет открыта. Вот, как Старбургер появился. Так, и, конечно, самый главный герой нашей семьи идет смотреть. Настенка, ты что, по запаху идешь, да? Да, по запаху идешь? Я просто помню, мы в Москве в бургер брали, здесь мы тоже брали, но я не помню, сколько. Сколько? Пятихатку? Пятихатку. Нифига. Нет, там 200 с чем-то было. Нет, 300 они были в Москве, если когда мы первые работали. Домой. Домой. А здесь мы... Что ты делаешь? Здесь, кстати, огромное количество прокатов, а еще у Лайта появились байки. Смотрите, без шума и пробок, по красоте. Вообще, Меритинка, конечно, очень богата на прокаты здесь, просто на любой вкус и цвет. Посмотрите, велики, такие самокаты, такие велики, всякие разные, чего здесь только нету. У нас сегодня такая погода невероятная, просто можно раздеваться и загорать. Вот мы приехали, Настяка была в куртке, я в жилетке, и вот все, мы уже снимаем, и хочется даже кофту снять, припекать. Сегодня прям самый жаркий день, вот я думаю, что сегодня точно будет где-то плюс 18 на солнце, если сейчас не столько. Вот здесь вот ЖК морской, здесь заезд в порт, и хочу вам показать, посмотрите, какие огромные сети рыболовные стоят. Это, видимо, что, форель уплывшую вылавливают. Гляньте масштаб, я просто в жизни не видел такие масштабы сетей. Раз круг, два круг. Обалдеть. Это вот получается, ну, прям на въезде в морпорт. Смотрите, какие железки. Это, скорее всего, вот их прибило сюда, когда был очень сильный шторм. А сейчас вот тут рыбаки, рыбачь, это как раз этот пляж, про который я постоянно рассказываю, который уничтожен. Если посмотреть туда вот вдаль, то все в этих булыжниках. Дальше небольшой кусочек еще остался, и дальше снова полная беда. А вообще в этом году, когда был шторм здесь, то волны выходили вот через эти камни и полностью затапливали вот эти дома, как цунами, короче. Поэтому здесь из-за того, что построили морпорт, вот такая сейчас ситуация и происходит. Очень жалко вообще. А еще я даже показывал, когда море штормит, вот сюда вот попадают дельфины в эти камни. И я как-то раз гулял и видел одного дельфина, который просто, видимо, выбросил волной. Он застрял в этих камнях и выбраться не смог. Зрелище было, конечно, жесткое. Вот такие пляжи здесь. Видите, камни огромнейшие, булыжники. Вообще, в целом, конечно, очень-очень атмосферно. Но природа уничтожена. Здесь, конечно, классно переходить, медитировать. Ну, кто-то здесь купается, на самом деле. Здесь, в любом случае, всегда чище, не загажено. Вообще, с волна ударит. Ох. Настенька стоит, изучает баннер. История Олимпиады в Эмиритинском. В Эмиритинском или Эмиритинском. Курортный район, наследник Олимпийской деревни. Ага. Построенный, да. А это все, что здесь проходило, дисциплины. Гляньте, здесь, в общем, возле паруса есть детская площадка, детский батут, рыбный ресторан «Ветерок». Называется, как всегда, огромнейший корок. Прокат всяких шерингов самокатных и великов. Мороженый, вот реально, чтоб еще другие кладутся. И здесь еще детские площадки. Вон, Тёмка подошел, возмущается, что шарик мороженого стоит 150 рублей, да, Тёмка? Не шарика, а три шарика с вас. А, ну шарик тогда по 50. А мы раньше за 50 брали три шарика. Да? По 55 у нас три шарика. Ой, по шарику вру, по одному шарику, да. Ну. Мы сейчас все-таки зашли в эту палатку и спросили, это не три шарика по 150, это один шарик за 150 рублей. А мы брали раньше по 50 рублей. Да, мне кажется, слишком. Слушайте, я сейчас вам кое-что покажу. Ну, если вам покатили Ронечка. Так, я запрыгнул на этот большой парапет и хочу вам показать. Смотрите, как штормом разбило набережную. Видите, там полностью перекрыто. Самое, что жесткое, это гляньте, как здесь. Просто все ушло вниз. Невероятный ужас. Вот, про что я вам говорил вначале, что вот так вот разбивает. Идет волна. Видите, как сильно. И вот так вот. Все выломало. Вдумайтесь, какая это мощь. Невероятно. Сила, сила природы. Нельзя с ней шутить. Залипательные волны, согласны? Смотрите, какая сильно идет. Да уж, кайф. О! Вот эта часть Олимпийской набережной, она, конечно, вообще идеальная для тех, кто с детьми. Потому что здесь огромный конус на детских площадках, которые с вами, вам я уже показывал. И самое, что главное событие, это то, что здесь построили вот такой огромный парк, на который мы как раз сейчас уже попали. Вот мы здесь уже идем по этой территории. Сейчас вам здесь покажу. Мы вчера здесь гуляли, просто как-то посмотрели. А сегодня, как говорится, с толком, с чувством, с расстановкой. Потому что мы взяли с собой самокаты. Мирончик сейчас спит. Вчера он здесь уже лазил на руках. Но поэтому сейчас прогулка будет, конечно, гораздо интересней. А еще здесь вот должны открыть бассейны. Я думаю, что летом они это сделают. Видимо, вот это будет а-ля переодевалка, как здание. А вот здесь вот бассейн. Сейчас я поднимусь на трибуну, вам покажу. Ну и, собственно, посмотрите, какая красота у нас впереди. Налево смотришь горы, олимпийские объекты. Здесь справа уже набережная и морюшко. Ну и для детей, для всех, кто любит заниматься спортом, такой разгуляя. Вообще здесь просто стали все сюда приезжать. Здесь такая сходка образовалась. Здесь, посмотрите, такая челлаун-зона. Здесь вот можно спокойно посидеть, позагорать. Все это дело с видом на набережную и на море. А вот, собственно, и бассейн, про который я вам говорил. Это нижний, вот здесь есть верхний. Сейчас поближе подойдем. По-моему, там даже вода уже имеется. Слушайте, ну безумно круто. Интересно, будет ли это для всех доступно, либо это будет относиться к какому-то отелю. Ну да, видите, вот водица там есть, но пока еще ничего не запущено. Вот такая красота здесь, в Сочи. Так что приезжайте сюда. Обязательно это место добавим в наш авторский гайд. Я напомню, что мы в Сочи прожили суммарно год. У нас есть наш авторский гайд, где есть рекомендации, локации, где вкусно кушать. Короче, куча информации. Две части. Цена гайда всего лишь 490 рублей. Пишите мне в директ, в инстаграме, либо о Настеньке. Приобретайте, изучайте, путешествуйте по Сочи с легкостью и с удовольствием. Гляньте, какая красота. И как много здесь людей. Просто огромное количество. Просто все сюда приехали, все туристы. Ну, на самом деле, открыли безумно классную локацию, на которой, конечно, здорово. Естественно, все доступно, все бесплатно. Что-то говорится для людей. Это, конечно, приятно и радует. В общем, вы теперь знаете, куда приходить, если вы сюда приехали отдохнуть. Ну, либо вы, местный житель, до сих пор не знаете, что в Сириусе открыли вот такую вот красоту, то обязательно приезжайте. Вот мы где в порту были, я вам показывал Рэдисон и говорил, что там нет своего пляжа, до него надо идти. Вот их пляж, вот их эмблема Рэдисон. Но сами видите, что пляж здесь, ну, как бы так себе. Здесь, конечно, застелено, завалено. Но единственный момент, да, вот вы приезжаете в такой дорогой отель и приходится идти сюда. Я не знаю, может, у них какой-то трансфер есть. Но в целом выглядит, конечно, не очень. Кто отдыхал в этом Рэдисоне, напишите, пожалуйста. Мне как-то говорили те, кто отдыхает в Рэдисоне, они на море даже не купают. И там чилят в отеле. И все. Ну, а эта часть набережной, она, конечно, самая классная, потому что здесь нет вот этого бетонного заграждения. Идешь с шикарнейшим видом на Абхазские горы. Да, но тоже есть свой кайф вообще. Нет, спасибо. Вот. И вот это, получается, уже пляж Роза Хутор. Дальше там все дальше. Вот там, как бы, получается за поворотом бархатные сезоны. И там, кстати, тоже как раз часть набережной, которая без бетона. Прекрасно же. И самое, что интересно, посмотрите, как там море штормит. А здесь волны почти нету. Вот удивительно, да? Да. Когда вылетает, то есть, то есть, то есть. Вот там вот все разрушает, а здесь красота. Ну, вообще, просто невероятно. Спасибо, что досмотрели данный выпуск до конца. Если не поставили лайк, обязательно поставьте. Напишите комментарии. И до новых выпусков. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok